В спортивном комплексе «Лидер» прошли соревнования по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в зачерт спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Спартакиада физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в нашем районе стала уже традиционной. Проводится она по девизам «Живым и павшим посвящается», а значит, все свои победы спортсмены посвящают ветеранам Великой Отечественной войны. Цель спартакиады – не только отдать дань памяти и уважения солдатам Победы, но и приобщить как можно больше людей к занятиям физкультурой и спортом. И это удается. Поселение района с удовольствием собирает свои команды и приезжает в районный центр, чтобы посоревноваться. В соревнованиях принимает участие 10 команд. В этот раз они соперничали, выполняя нормативы ГТО. По окончанию соревнований места распределились следующим образом. Первое место – физкультурно-спортивного клуба «Олимп» Анастасиевского сельского поселения. Второе место заняли спортсмены команды «Урожай» прибрежного сельского поселения. И третье место у спортсменов из славянского городского поселения. Были определены победители и в личном зачете. Среди женщин лучше всех нормативы ГТО выполнила Галина Латунова из славянского городского поселения, набрав 329 баллов. Среди мужчин – Алексей Куликов из маевского сельского поселения. В его копилке – 340 баллов.